Привет, меня зовут Оксана Силантьева, я мультимедийный продюсер и автор нескольких курсов по мультимедиа, сторителлингу и журналистике. Я предпочитаю называть себя тренер, потому что как раз занимаюсь тренингами, тренировками, практическим обучением. И параллельно с этим собираю большой массив информации по тем сферам, по тем темам, которые меня интересуют. Это и новые медиа, влияние технологии на коммуникацию, разные способы общения людей друг с другом внутри сообщества. То есть все то, что связано с медиакоммуникациями. И вот этот большой-большой массив информации мне нужно как-то структурировать. Раньше я, конечно же, хранила все в папках. Онлайновых и офлайновых. Ну, потому что все так хранили. Но согласитесь, что не всегда папки – это самый удобный способ упорядочивать информацию. Причем, какую бы супер-иерархию ты ни изобретал. Вложенная папочка во вложенную папочку. По-умному называются сначала, а потом все превращается в месиво, как обычно. Потом у файловых менеджеров появились теги. Стало чуть попроще, полегче. Но я не переставала искать какой-то софт либо сервис, который помог бы мне упорядочивать, вести заметки и упорядочивать контент, большие объемы контента. В моей голове идеи связаны с цитатами, цитаты с авторами, авторы с проектами, проекты со странами, временами, времена с идеями. И все друг с другом связано, пронизано вот этими тонкими нитями, множественными связями. Они разложены по полочкам и не лежат в упорядоченных коробочках. И как было бы классно, думала я, взять и вот так вот отцифровать бы вот этот мозг со всеми связями. Я думаю структурно, так голова у меня устроена. Я постоянно с собой вот ношу либо маленький блокнот, либо стикеры. Что-то увидела, какой-то интересный проект записала. Услышала имя интересного человека, записала. Пришла в голову идея, записала. Прочитала абзац текста, что-то вот родилось в голове, записала. И потом это превращается, там, комбинация разных записей, заметок превращается в посты в блоге. Что-то собирается, там, в главы, в книги. Что-то я использую на тренингах. Иногда люди, которые меня заинтересовали, и чье имя я записала, потом становятся либо героями моего интервью, либо я приглашаю их, и мы создаем какие-то совместные партнерские проекты. А какие-то идеи структурируются и связываются сильно потом. Ты сначала записываешь, даже не знаешь, зачем и не знаешь, почему. Просто потому, что интуитивно тебя это заинтересовало. А потом, внезапно, года через три, выясняется, что вот это вот зерно идеи стало основой для нестандартного подхода, какого-то интересного проекта. Ну, просто нового ракурса, как посмотреть на ту или иную задачу. И вот хотелось с этими связями работать их, выстраивать, видеть их, в конце концов. И я так рада, что я нашла инструмент, который помогает мне в построении этой сети. Это вот та картинка, которая мне доказала, что это именно тот инструмент, который нужен мне. То есть вы сейчас то, что видите, это такой таймлапс, это история выращивания моей этой сетевой базы данных. Каждая точка – это отдельная запись. И вот как они рождались, как я создавала новые записи. И вот эти линки, эти ссылочки, нити, которые соединяют заметки между собой, это вот когда я прописывала перекрестные ссылки, как заметки соединяются в кластеры, как увеличивается их количество, как увеличивается количество связей между ними. Пока у меня не очень большой этот второй мозг, но я полностью сейчас перешла на именно эту систему создания заметок и их упорядочивания. И постепенно переношу материалы из своих папочек онлайновых и оффлайновых, переношу их в эту систему и связываю между собой. Важный дисклеймер. Сегодня здесь я буду рассказывать о самом принципе управления информацией. Да, конечно, я буду показывать, как это работает внутри конкретной программы, но этот ролик именно о том, как ввести заметки с помощью Obsidian. А инструкции, как программой Obsidian пользоваться, как ее настроить под себя и начать выращивать свой второй информационный мозг, они будут вот здесь вот по ссылке. Это будут другие ролики. Рассмотрим три моих самых частых ситуации. Вот то, с чем я сталкиваюсь практически каждый день. Если у вас рождаются какие-то вопросы, вы их можете писать в комментариях. Обязательно почитаю. И можете описать свою ситуацию. Попробуем придумать, как Obsidian может помочь вам в решении ваших задач. Три ситуации. Я читаю книгу, делаю заметки. Второе – это просто у меня рождается идея, какое-то размышление, я его фиксирую. И третье – я нахожу какой-то интересный мультимедийный проект, который хочу дополнить к себе в базу, чтобы потом использовать на тренингах или в курсах. Вот, например, сейчас я читаю книжку «Создание арки персонажа». Это про сценарии, про написание, про разработку персонажей для книг и кинофильмов. И вот меня зацепила тема и мысль о том, что для написания достоверного персонажа нужно понимать, каким изменениям он сопротивляется, куда он стремится и что его останавливает. И это связалось в моей голове с тем, что когда я консультирую редакции, либо разговариваю с людьми на пороге изменений, действительно, вот этот страх изменения как такового, он прям сильно доминирует. Поэтому я записываю свою мысль об этом, я беру цитату, пишу цитату, которая натолкнула меня на эту мысль, и ставлю ссылочку, это будет страничка книги. Страницу книги можно делать с самого начала, когда ты начинаешь с ней работать, ну, то есть просто сделать заготовку, и затем все заметки, связанные с этой книгой, писать просто отдельными. Но это как удобно. В данном случае я для того, чтобы показать саму схему, просто сначала сделала заметку, а потом завела страничку книги. Порядок здесь не принципиален, важно, чтобы через перекрестные ссылки эти две заметки оказались связанными. Часто идеи рождаются, когда мы гуляем с собакой вечером, либо рано утром, и тогда уж точно нам нужен телефон, чтобы записать идею, иначе она улетучится, с ними это часто бывает. Барт, рядом, иди-ка. Obsidian есть для Windows, для Mac, для десктопа, смартфона. Все важные ключевые функции Obsidian бесплатные. Я целенаправленно ищу различные мультимедийные проекты, и вот, например, нашла вот такой, про тех людей, которые зарабатывают много-много денег, и налоги, которые они платят. Чем меня заинтересовало, помимо тематики достаточно такой актуальной, тема экономического, социального неравенства, она достаточно значимая, и там много что можно покопать. Еще этот проект интересен самим визуальным решением, структурным, как выстроена сама история. И здесь есть интересные диаграммы, как структурировать данные, и какие выводы можно сделать. Вот это достаточно модный прием скроллителлинга, когда вы погружаетесь, когда пролистываете материал, и вам открываются новые-новые элементы. То есть вообще прямо это в тему, мне в базу подойдет. Следовательно, в Obsidian я завожу отдельную страничку, посвященную этому проекту. У меня есть шаблон со всеми этими продуманными, заготовленными заголовками. Как сделать шаблоны, тоже я сделаю отдельный ролик, покажу, это не сильно сложно. Значит, вставляю сюда шаблон, и дальше заполняю заголовок, где была опубликована, на какую тему, когда это было сделано. Ссылка на этот проект. Дальше у меня здесь заготовленное место для скринкастера. Я записываю на видео, как выглядит тот или иной проект, потому что иногда они просто исчезают, стираются, удаляются, и поэтому от них ничего не остается. Поэтому хотя бы в моих видео они могут сохраниться. Обязательно смотрим, кто авторы, потому что и эти авторы сразу идут ко мне в коллекцию людей Мира Медиа, потому что если человек сделал один мультимедийный проект, с большой долей вероятности он сделает второй, третий. Поэтому мы заносим сюда в список. Каждое имя является ссылкой на отдельную страницу, посвященную этому человеку. Если бывают спонсоры, записываем спонсоров. Какие форматы там можно найти? Следовательно, я если кликну сейчас на ссылочку, там фиктографическая диаграмма, то я увижу в том числе и разные другие проекты, в которых можно эту диаграмму встретить. Если я кликну на ссылочку, получу страницу человека. И вот, кстати, тот пример, когда вот есть один проект и еще есть очень интересный проект про глобальное потепление и как уменьшается площадь пляжей на Гавайях. Тоже интересно решенный проект, поэтому тоже попал мне в базу. И ссылочки на сайт. И что еще важно, что я для себя отмечаю, как люди сами себя называют, как называется их профессия. Потому что в нашем мире медиа очень много новых слов, очень много новых формулировок. И вот если посмотреть на... У меня здесь подборка профессий. Вот есть по-всякому, по-всякому. Как только себя люди не называют, я коллекционирую это, привязывая профессию к человеку. И, например, то есть, если мы кликнем на репортеров, то получим список людей, которые себя в блогах либо в презентации на проектах себя называют репортерами или называют себя дизайнерами. И таким образом, как это работает, как мне это пригождается на тренингах. Мне говорят, Оксана, ты покажи какой-нибудь проект про вот это. И я захожу в базу, я нажимаю на тему, например, тему экологии или тему выборов. И у меня в коллекции есть прям и ссылки, и полная информация про те проекты, которые этой теме посвящены. Итак, ключевые тезисы, которые сформировали тот опыт, которым я хочу сегодня с вами поделиться. Принцип первый. Формулируй. Проснулась утром, блокнот рядом с подушкой, записала то, что пришло в голову. Прочитала какой-то абзац, записала. Что-то увидела, услышала, записала. Причем важно не только записывать цитату или какой-то фрагмент, который вызвал у вас интерес. Важно формулировать, а что, собственно, заинтересовало, какая ваша мысль родилась по этому поводу. Ведь такой принцип сначала дается достаточно тяжело, потому что это сильно снижает скорость чтения книг, вот это проглатывание книг, но сильно увеличивает глубину и понимание того, что вы прочитали. Тем более, что кто сказал, что скорость прочтения, она на что-то влияет, и это тот показатель, за которым стоит гоняться. Ну и ладно, это тема для другого ролика. Кстати, надо это записать. Необходимость записывать своими словами то, что вы думаете, то, что пришло вам в голову, тренирует мышление. И если сначала это тяжело дается, ты заставляешь себя, напиши своими словами, напиши своими словами, то затем это дается, во-первых, что вы тренируете, то у вас развивается, если тренируете копипаст, то у вас тренируются навыки копипаста, если тренируете собственные формулировки, то у вас тренируются собственные формулировки. Как это потом пригождается, И даже вы не замечаете, как растет ваш уровень письменной речи, устной речи, как снижается тревожность при публичных выступлениях, потому что ваш мозг привыкает формулировать ваши собственные мысли и их упорядочивать. Это прям тот навык, который нам очень сильно пригождается в жизни. Второй принцип. Одна мысль – один стикер. Один тезис – одна заметка. Один листочек бумаги. Я иногда на тренингах даю задачу записать один тезис, и практически всегда есть люди, которые начинают мелким-мелким почерком писать здесь 10 тезисов, как будто очень важно экономить пространство этой бумаги. На самом деле, почему это важно? Потому что мы собираем мозаику. Каждая мысль – это фрагмент, это элемент мозаики, который потом мы будем собирать в какую-то большую картину. Из одной страницы прочитанного текста у вас может родиться 9 заметок, 9 различных стикеров вы используете, а может не родиться ни одной. Может быть, у вас родилась по поводу… Вот просматриваете это видео, и у вас родилась какая-то мысль – поставьте сейчас на паузу, запишите вашу мысль. Это важно. Третий принцип – записывай все. Не надо определять, не надо себя цензурировать внутри, вот это важно, это не важно, это главное, это не главное, это более общая мысль, это более детальная, это глупый вопрос, это не глупый вопрос. Вообще пофиг. Все важно. Мы записываем все, что приходит в голову, все, что рождает наша голова. Нашей голове мы доверяем. Тем более, что вообще такое понятие важность, главность, оно очень подвижное и скользящее. То, что важно для одного проекта, может совершенно не пригодиться в другом. Тот вопрос, который для одного человека считается банальностью, очевидностью, для другого является открытием и просто дверью в огромный мир еще не познанного. То есть мы на входе, у нас нет тех критериев, нет тех данных, которые позволят бы сказать, что вот эта мысль важная. Нет, мы записываем все. И поэтому приучаем, вот прям доводим до автоматизма вот эту вот связку. Пришла в голову идея, ее записали в электронном виде, либо в бумажном. Это не иерархическая система, это сетевой принцип организации информации. И поэтому даже обрывок каких-то данных или кусочек мысли, кусочек какой-то идеи, он имеет не меньшее значение, чем какая-то уже оформленная, сформулированная до конца мысль. Потому что вот в сетевом, в принципе, каждый элемент имеет значение. Четвертый принцип. Выстраиваем связи. Связи, они играют ключевую роль. От того, что мы сделали много-много элементов и разложили даже их по коробочкам или по полочкам, от этого не прирастает знание. Знание прирастает от связывания, от привязывания новой информации к тому, что у нас уже есть. Мы можем сравнивать, можем задавать вопросы, можем видеть и искать какие-то недостающие элементы, сомневаться, вспоминать то, что мы читали или узнавали раньше. Вот, собственно, сам процесс привязывания нового знания к уже имеющемуся – это и есть процесс обучения. Фиксируем, связываем, смотрим, размышляем, задаем вопросы, ищем ответы, думаем, формулируем, фиксируем, связываем, задаем вопросы, ищем ответы. И, собственно, вот так вот и выстраивается информационная сеть. Именно так и постепенно выращивается второй информационный мозг.